На связи с прямой студией Дарья Зимина. Доброе утро, Даша. Принято считать, что январь самый холодный зимний месяц. И ожидаются ли осадки и какой будет температура? Коллеги, я приветствую вас, а также всех крымчан, кто утро нового дня встречает вместе с нами. Прошла уже половина января, но керчане до сих пор снега так и не увидели. Зима в восточном регионе выдалась весьма теплой. О том, каких сюрпризов ждать от погоды жителям города Героя в последнем месяце зимы, нам сегодня расскажет Инна Ющенко, начальник гидрометеорологического обеспечения Гидрометеорологического бюро Керчи. Инна Анатольевна, доброе утро. Доброе утро. Инна Анатольевна, в Симферополе снег уже выпадал. Скажите, нам, керчанам, удастся поиграть в снежки в конце января, либо в феврале уже? Сейчас все расскажу. В течение последнего времени повсеместно, в том числе и нас в городе, наблюдается теплая, совсем не зимняя погода. Среднемесячная температура воздуха за ноябрь и декабрь 2019 года превысила на 2-3 градуса показатели нормы. То есть очевиден тот факт, что на всем земном шаре происходит процесс всеобщего глобального потепления. И данные наблюдения нашей метеостанции подтверждают этот факт. Из-за всеобщего глобального потепления стали таять мощные ледники в Северном Ледовитом океане и в Гренландии. Даже стала оттаивать вечная мерзлота в тундре. Это ослабило теплое течение североатлантическое и привело к изменению направления его движения. Вследствие этого циклоны стали зарождаться намного севернее, чем привычно. И, соответственно, траектории их движения стали происходить по более северному направлению. То есть по северу Европы, северу европейской части России. Циклоны даже стали переваливать за Урал и в районы Западной Сибири, что в прошлые годы наблюдалось крайне редко. Раньше в зимнее время года над обширной территорией Сибири, западной и восточной, стоял сибирский антициклон, который приносил сухую и морозную ясную погоду на длительное время в зиму. Сейчас этого процесса синоптического не наблюдается. Сибирский антициклон более слабый, находится он южнее и приносит погоду только восточные регионы Сибири. Инна Анатольевна, если коротко, какую погоду нам ждать в ближайшее время? Хорошо, да. В ближайшее время мы ожидаем относительно прохладную погоду. Температуры дневные не превысят 2-4 градусов, ночные от 0 до 2 градусов мороза. На выходные и в Крещении ожидается усиление северо-восточного ветра до 10-15 метров в секунду. Возможны кратковременные осадки в виде дождя и снежной крупы. После 24 января ожидаем выход южного циклона, который принесет усиление южного ветра, повысить температуру до 6-8 градусов и кратковременные осадки. Хорошо, Инна Анатольевна, я благодарю вас за эту информативную и полезную беседу, которую, я думаю, керчане примут к сведению, чтобы теплее одеваться в ближайшие дни. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях был начальник гидрометеорологического обеспечения Гидрометеорологического бюро Керчи Инна Ющенко. Коллеги, к этому часу у меня все. Я передаю слово вам.